Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Сегодня вебинар немножко необычный, нестандартный. Весь год я рассказывала про создание презентаций, про насмотренность, про дизайн, про какие-то интерактивные моменты. На сегодня я хочу поговорить с вами про игровые механики в образовании. Это такой обзорный просветительский вебинар, потому что тема огромная. И, конечно, мне хотелось бы дать больше времени для практики. Хотелось бы с каждым из вас попробовать придумать хотя бы идею и наброски вашей собственной игры, вашего собственного квеста, вашей собственной игры живого действия. Но, к сожалению, как показала моя практика, даже трехчасового вебинара не всегда хватает, чтобы что-то придумать и чтобы что-то попробовать реализовать. Поэтому я хочу сегодня максимально широко осветить эту тему, показать примеры и, в первую очередь, те примеры, над созданием которых я сама принимала участие. И самое главное, я хочу ответить на все ваши вопросы, которые будут возникать по ходу. Поэтому, пожалуйста, пишите в чат, задавайте свои вопросы. Я успеваю их читать, успеваю на них отвечать. И так наш с вами вебинар получается еще более насыщенным. Давайте начнем с такого вопроса. Сразу можете ответить на него в чате. Как правильно? Геймификация или играфикация? Часто в специальной литературе, когда я читаю что-то, я встречаю термины геймификация, игропрактика, игроформация, игромеханика, играфикация. Какие из этих терминов более правильно применять? О чем они говорят? Если вы знаете или если вы хотите что-то предположить, пожалуйста, напишите это в чат. Кому-то больше нравится термин играфикация. Да, здесь, к сожалению, вопрос не только в переводе, будет ли гейм или будет игра, а вопрос в том, что в зарубежной литературе и в русской литературе эти термины различны. В английской литературе действительно это одно и то же. Геймификация покрывает все применение игровых механик в образовании, в рабочем процессе, в бизнес-процессах. А в российском же, в российском сообществе термины разделились. И геймификация, и играфикация стали приобретать различные значения. Сложно еще сказать, как окончательно разойдутся термины и что они, в конце концов, закрепятся в качестве нормы. Но уже сейчас я могу сказать, что геймификация выглядит следующим образом. У нас есть какой-то процесс, и сверху над ним мы добавляем игровую механику. То есть идет параллельно игра и идет параллельно наша обычная деятельность. И вот то, что получается при сочетании этих двух стрелок, является процессом геймификации. Играфикация обычно выглядит вот таким вот образом. Есть какой-то процесс, мы его прерываем, полностью переходим в игровую деятельность, и по окончанию игровой деятельности возвращаемся снова к нашему привычному процессу. Именно, кстати, вот эта картинка объясняет, почему так важно задавать точки входа и точки выхода из любой игры. И вот такое вот, казалось бы, небольшое различие на самом деле заметно влияет на то, как вы придумываете и организуете деятельность, в том числе и в образовании. Вот в качестве примера. Если мы предлагаем нашим ученикам геймификацию, то заработанные оценки мы можем использовать как баллы для прокачки персонажа. Игровая оболочка, или вы сами можете придумать каждому ученику в классе раздать лист персонажа, и они будут прокачиваться сильнее, добывать какие-то ценные ингредиенты. Но сначала идет учебный процесс, и только то, что они заработали в результате учебного процесса, они могут принести в игру. И другая ситуация. Если вы ведете урок литературы, рассказываете про поэтов Золотого, Серебряного века, а один из уроков полностью проводите в формате игры, например, как в книге Кристофа Сташева, есть такой герой, который колдует с помощью стихотворений. Он должен уметь подбирать лирику под ситуацию, под какие-то ключевые слова, довольно выразительно это все читать, рассказывать, и только в этом случае в его руках работает магия. Можно взять эту идею и провести полностью один урок в формате дуэли магов. В этом случае вы будете использовать игрификацию. Как я и говорила, различия вроде бы кажутся небольшими, но от них зависит то, как вы будете готовиться к тому или иному занятию. Ну что ж, а теперь про, собственно, игровые механики. Я расскажу сегодня про настольные игры, расскажу сегодня про квесты, и расскажу сегодня про коммуникативные игры живого действия, настольные ролевые игры, то есть все то, что связано как раз с ролями и с персонажами. И вот именно с них я предлагаю начать, потому что если про квесты и про настольные игры мы с вами периодически говорим, и много интересных идей слышим, то именно ролевые игры пока в российском образовании представлены очень и очень слабо. Хотя наша школа игропрактики, наша школа ролевок, наша школа лангедоков, кабинетов очень и очень продвинутая. Почему же тогда мы не можем эти идеи перенести и в наши учебные заведения? Сейчас вы видите два примера. Слива находится типичная ролевая игра, она называется фрагнарёк. Она состоит из каких-то кусочков информации про мир, каких-то карт, каких-то листов персонажа. Это типичная ролевая игра старой школы, которая предполагает принцип DIY – сделай всё сам. Персонажа нарисуй сам, карту составь сам, приключения придумай сам. В отличие от школы ДНД и похожих на неё игр, где авторы, издатели продают толстенные сборники и приключения, и описания героев. То есть в отличие от ДНД, старая школа больше ориентирована на что-то бесплатное, на то, что вы можете сделать самостоятельно. И мне больше импонирует, конечно, именно этот принцип. Слева тоже ролевая игра. Это игра информационного центра по атомной энергетике, где проходит какое-то собрание, заседание, в котором представлены различные организации. И каждая организация состоит из нескольких членов, у каждого которых есть определённая роль. То есть это тоже полноценная ролевая игра. У неё нет жёстко прописанного игрового процесса, но все остальные признаки ролевой игры у неё присутствуют. То есть вот вам, пожалуйста, пример. Слева – развлекательный, а справа – пример образовательный. На чём базируются вот такие вот коммуникативные игры? Не зря они называются ролевыми, потому что в их основе всегда лежит именно роль. И мы можем трактовать роль как какую-то виртуальную личность. Игроки примеряют на себя образ абсолютно другого человека. На самом деле они это делают ежедневно, когда заходят в интернет. А то, что они пишут о себе в интернете, то, какие аватарки ставят, то, как они общаются с подписчиками – это тоже, по сути, виртуальная личность. Именно поэтому ученикам, подросткам довольно просто объяснить, как играть в ту или иную ролевую игру. Итак, мы предлагаем участникам примерить на себя образ какого-то человека, выдуманного или реально существующего. И вот пример настолько называется «Разделяй и властвуй». Её разработал преподаватель философии из Челябинска. И здесь игроки объединяются в команду. Каждый из них берёт на себя роль определённого мыслителя, философа и должен общаться с другими игроками, исходя из его мировоззрения. Может быть, нигилизм, может быть, там, теория сверхчеловека. Именно вот эту роль на себя примеряет человек, игрок. И от этой роли он отталкивается, совершая какие-то определённые действия в игре. По-другому можно посмотреть на роль вот так вот. Роль – это место в команде. У коммуникативных игр очень большой плюс в том, что за время игры можно попробовать себя на разных позициях. Сегодня тебе, Василий, достаётся роль капитана. Ты должен решать, ты должен направлять, ты должен руководить командой. Завтра, когда мы будем играть эту же игру или следующую сессию этой игры, тебе достанется роль корреспондента. Ты не сможешь напрямую принимать участие, но твоя задача – быть внимательным, фиксировать и потом в конце сделать вот такой вот фотоотчёт про игру. Таким образом, проигрывая коммуникативную игру и меняя роли для каждого из игрок, мы даём им попробовать разные позиции, примерить на себя разные роли в команде, попробовать себя в разных ситуациях и таким образом найти ту позицию, на которой им будет комфортно. Это тоже одна из таких самых ярких польз именно ролевых коммуникативных игр, когда можно быть совершенно разным. Когда я сама играю в ролевую игру, какого персонажа я ни придумывала, что бы я для него ни планировала, всё равно в итоге оказывается так, что моего героя выталкивают вперёд на переговорах. И получается, что моя собственная личность прорывается сквозь личность виртуальную. И играя в ролевую игру, я лучше понимаю, как я общаюсь с людьми, где мои сильные стороны, а где мои стороны недостаточно сильные. Вот пример, когда механика ролевой игры, когда есть расы, когда есть классы, когда есть у каждой расы или классы сильные и слабые стороны, ложится на управленческий паттерн. Это уже не игра, это рассказ про то, как создаются и работают команды, как они появляются, в какой момент они приходят к стагнации, каких людей нужно на определённом этапе нанимать в команду для того, чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки. И как раз ролевая игра в этом случае выступает метафорой, с помощью которой действительно легко и наглядно можно объяснить, что кто-то в команде любит всегда говорить правду, невзирая на климат в коллективе, вот ему важно, чтобы всё было правильно. Кто-то, наоборот, предпочитает растить дружный, общительный коллектив, ему важны отношения, он может простить какие-то ошибки в работе, главное, чтобы был психологический комфорт. Кто-то любит придумывать новые идеи, кто-то любит их развивать, кто-то любит настраивать процесс. И вот как раз эти роли, эти позиции в команде мы и можем отточить в коммуникативных играх. Как роли в игре могут быть представлены? Как мы можем нашим ученикам, нашим игрокам объяснить, какая роль достается им в этот раз? Есть два таких типовых варианта, конечно, бывают гибридные, бывают варианты на стыке, бывает что-то совсем экзотическое, но обычно роль представлена листом персонажа. Обычная страница А4, где собирается основная информация. Лист персонажа – это игровое резюме. Сильные стороны, слабые стороны, самые великие подвиги, самая высокая занимаемая должность, накопленный опыт, стаж профессии в приключениях и так далее. На экране сейчас два примера. Слева это лист персонажа настольной ролевой игры «Оса». Это российская разработка специально для подростков. Проходит в антураже космических приключений и тоже главный герой подростки. И вот вы видите, что есть лист персонажа, у него есть какие-то характеристики, вот пять разных цветов, это пять групп характеристик. И справа есть еще секция для звания. Выполняя определенные задачи, наши герои растут в званиях и могут получать все больше и больше интересных возможностей. Справа настольная ролевая игра «Hero Kids». Это зарубежная разработка специально для детей. Тут упрощенные правила, и я играла в нее с пятилетним ребенком. Все было ему просто и понятно. Здесь немножко подход другой. Лист персонажа очень простой, очень маленький, он говорит просто о игровых возможностях. Есть карточки с экипировкой, с переносимыми предметами. То есть, может быть, лист персонажа выглядит совершенно по-разному. Главное – та информация, которую он рассказывает о герое. Второй подход – это выдать роль как характеристику, то есть как рассказ о герое. Вот именно роли характеристики больше подходят для коммуникативных игр, потому что в характеристике показано, как герой должен общаться с другими игроками. Слева пример из ролевой игры «Город». Здесь игроки-преподаватели и ученики. И вот на каждого человека есть абзац текста, где рассказано, как он общается, каких целей он пытается достичь, как ведет себя во время игры. Справа пример из методического комплекта «Эксперимедиа». Это роль чиновника, к которому приходят письменные обращения, и он должен определенным образом на них отреагировать. Когда играешь на практике, очень интересно смотреть, как даже взрослые люди, преподаватели, педагоги переживают, когда пишут обращения, как они тщательно подбирают слова, как они волнуются, пересылая свое сообщение, и еще не знают о том, что в роли чиновника прописано, что он в любом случае первые два раза должен запрос отклонить. И вот попробовать себя на разных позициях, попробовать разные модели коммуникации помогают больше описание роли, вот такое художественное описание, характеристика. Я прошу, если возникают какие-то вопросы, может быть, по примерам, которые я показываю, может быть, по вашему личному опыту, пожалуйста, задавайте их в чат, у нас получится более полезный и насыщенный вебинар. Дальше. Что является движущей силой вот таких вот ролевых коммуникативных игр и как мы можем это переложить на нашу практическую деятельность? Обычно в таких больших ролевых играх есть противопоставление ресурсов и потребностей. Например, у героев есть задание победить дракона, и для этого им нужны огнеупорные доспехи, иначе приключения закончатся очень и очень быстро. Мы можем переложить вот эти вот ресурсы и потребности, которые, как правило, в играх представлены вещами, сокровищами, ценными предметами. Мы можем провести аналогию с хардскилами, потому что у предметов, как и у скиллов, есть определенная ценность. Мы можем сказать, что навык программирования на уровне сеньора, на уровне мидла, да, то есть каким-то образом присвоить ранг. Есть какой-то вес. Мы не можем надеть на себя в игре сразу две кольчуги. Точно так же есть какой-то вес и у хардскиллов есть какое-то определенное время, определенный объем знаний, который нужно изучить. И у них общая характеристика – это применимость. Например, в сражении с ледяным элементалем огненный меч будет полезен, в сражении с огненным элементалем он малоприменим. Точно так же и хардскиллы. Навык забить гвоздь молотком малоприменим в условиях, когда нужно, например, склеить детали. Тот хардскилл уже в данном случае не работает. И, значит, противоречие между ресурсами и потребностями в образовании мы можем переложить как раз на хардскиллы, на профессиональные навыки, которые мы отрабатываем. Второе противопоставление в ролевых играх – это противопоставление желаний и возможностей. Я хочу, чтобы у меня была возможность левитировать для того, чтобы избежать какой-то опасности на земле. Но я не могу это до тех пор, пока не продвинуться на определенные уровни, не выполню определенный набор требований. Это нужно сравнить уже с софтскиллами. Они более персонализированы. У каждого героя, у каждого аватара есть свой собственный путь прокачки, который может каким-то образом отличаться. Вот эти вот навыки, компетенции персонажа, они комплексны. Одно цепляется за другое. Не закрыв какую-то ячейку, нельзя развивать следующие умения. Точно так же и с софтскиллами. Софтскиллы довольно комплексны. Если есть задача командной работы, то для командной работы нужно и коммуницировать, и уметь объяснять, чем ты занимаешься, и уметь понимать, какую информацию запрашивает собеседник. И есть вариабельность. Если у меня есть навык вскрыть замки, и у меня есть сундук, я могу открыть через навык вскрыть замки. Если у меня есть навык уговорить, я могу уговорить другого человека вскрыть замок с помощью его навыка. То есть, опять же, все вот эти черты, трейд, фит, характеристики, комплексные умения в игре, они очень похожи на софтскиллы. И когда мы продумываем какую-то ролевую игру для наших учеников, мы можем вот таким вот образом переложить. Друзья, если у вас какие-то вопросы по ролевым играм, задавайте их сейчас, потому что я готова переходить дальше и рассказывать уже про игры настольные. Ролевые игры, к сожалению, как я уже говорила, применяются у нас не так часто. Хотя по моему опыту я играла и с друзьями, играла со своими детьми и с их знакомыми, дети очень хорошо, очень положительно воспринимают ролевую игру и готовы и ради игры, и во время игры очень и очень много времени потратить на обучение. Одним из лучших примеров игр, которые сочетают в себе и развлечения, и образования, и причем это работа российского автора, я считаю Fairy Forest. Это игра для самых маленьких детей, которые только учатся считать и читать. Она полностью лишена агрессивного компонента, то есть в правилах нет сражений, нет драк, нет силы оружия. Это все из игры убрано, но зато добавлены образовательные компоненты, которые помогают изучить буквы, изучить счет, научиться ориентироваться по часам. Может быть, какие-то графомоторные задания тоже в некоторых дополнениях к ней можно найти. Хорошо. Раз нет вопросов, предлагаю двигаться дальше. И теперь поговорить уже про настольные игры. Если мы говорим про настольные игры, то вот здесь как раз стоит различить. Если мы берем какую-то ролевую игру, она в любом случае занимает определенный объем времени, достаточно большой, и полностью отбирает на себя внимание игроков. Ролевая игра, полная ролевая игра не подходит в качестве геймификации. Какие-то отдельные элементы, прокачка персонажа, например, да, могут быть геймифицированы, но полностью сценарий ролевой игры, полностью организация ролевой игры – это полноценное занятие, а может быть и несколько. Настольные игры точно так же мы можем брать целиком, то есть проводить весь урок вокруг настольной игры с использованием настольной игры, или можем брать оттуда отдельные механики, отдельную работу с компонентами и их встраивать в свой образовательный процесс. Снова два примера. Слева пример развлекательный, справа пример образовательный, слева настольная игра вулкан, где потоки лавы направляются на побережье, и игроки перенаправляют их от своих территорий. Справа настольная игра, она на армянском языке по теме медиаграмотности, приключенческая на выполнение определенных заданий. Как видите, выглядит очень-очень похоже. Если я бы не пояснила, можно было решить, например, что слева игра про то, как функционируют вулканы, да, про вулканическую деятельность, а справа игра какая-то развлекательная. Это потому, что с настольными играми мы работаем чаще, мы к ним привыкли. Есть издание, например, «Банда умников», да, которое специализируется именно на выпуске настольно-образовательных игр для детей. Что полезного мы можем найти в настольных играх и как мы их можем применять? Первая ситуация – это игры, которые присвещают, которые о чем-то рассказывают, что-то показывают, но еще не учат. Это, как правило, обычные развлекательные игры, в которые авторы добавляют какую-то интересную, развернутую информацию. Например, недавний хит «Настольная игра крылья» говорит про птиц, да, нужно здесь строить заповедник, который привлекает различных птиц. На каждой карточке есть игровая информация, которая в том числе рассказывает, где эти птицы обитают, чем они питаются, какие гнезда они строят. И вот эта информация, несмотря на то, что имеет и образовательные ценности, она нужна для игры. А есть блок информации, вот буквально абзац про саму птицу, про ее повадки, про ее ареал обитания. Он на игру никак не влияет, но если регулярно играть в крылья, то понеболе эта информация запомнится. Поэтому такие игры мы можем сказать просветительские. Они специально ничему не учат, но увлеченные игроки понемногу расширяют свой кругозор. Дальше можно поговорить про игры тренинговые. Транспланционные игры, метафорические игры, игры на развитие личности. У них подход такой, что используются компоненты из настолок, но не используются механики и, собственно, сам игровой процесс. То есть, несмотря на то, что это игры для тренингов, фактически процесса игры нет. Есть тренинг с использованием игровых компонентов. Тоже примеров довольно много. Этот вариант популярен, потому что на самом деле очень и очень удобно. Показать с помощью карточек этапы разработки проекта. Показать с помощью игрового поля, например, доступные для изучения области знаний. Показать с помощью планшета игрока индивидуальный образовательный маршрут. Поэтому для тренинговых игр из настолок вынимаются отдельные компоненты и, может быть, несколько очень простых механик. И все это встраивается в занятия. На экране сейчас игра по стратегическому планированию. Это зарубежная разработка. И тут, к сожалению, у меня нет практики в нее игры. И что более подробно я рассказать не могу. Но, тем не менее, это типичный пример, когда есть карточки, когда есть дополнительные сменные колоды. Например, сегодня мы говорим про инновации в технологиях. Завтра мы говорим про инновации в образовании. И каждый раз берем для этого разную колоду игровых карточек. А у поля есть общее. И, наконец, игры, которые являются чисто образовательными. То есть, которые не просто приносят фан, развлечения, но и полноценно чему-то обучают. И вот здесь, вот пример, который вы видите на экране, это по моим исследованиям, по моим находкам, самая первая, самая ранняя игра, которую можно отнести к играм образовательным. Тут еще по цветным линиям понятно, что на момент появления этой игры основным компонентом на столах был волчок, а не кубики. И в зависимости от того, какой цвет выпадал на крутящемся полчке, в зависимости от этого нужно было идти по пути. Задача была пройти от старта до дома. Это игра для детей. Ребенок шел через парк, через детскую площадку, переходил дорогу железнодорожной пути. И на каждом из этих этапов его подстерегала определенная опасность, которая могла привести его в центральное поле, в госпиталь. И несмотря на то, что игра очень и очень простая, здесь нет ничего, именно с точки зрения на столке, нет никакой сложности, нет никакого наращивания механик, несмотря на это, в ходе игры можно было рассказать ребенку о правилах безопасности, о правилах поведения на дороге, о том, как опасно перебегать дорогу перед машиной или перед поездом, как опасно выходить на лед. То есть в процессе игры можно было дать и какую-то образовательную информацию. Отлично. Предположим, что мы решили использовать на наших занятиях настольные игры. Какой-то готовый вариант найти мы не можем. И, может быть, он даже нам не нужен, мы хотели бы взять только какие-то элементы. Какие у нас есть пути и способы принести настольные игры в свои занятия? Я покажу сейчас четыре варианта. И примеры конкретных игр того, как это может выглядеть. Первая ситуация – это редизайн. То есть вы берете готовую полностью игру и меняете ее оформление и ее текст таким образом, чтобы она решала ваши задачи. В случае редизайна всегда встает вопрос авторских прав. И это действительно первый вопрос, который мне задают. И на него ответить очень и очень сложно. У нас правовое регулирование в области настольных игр довольно слабое, хромает на все ноги. И в среде настольщиков несколько лет назад были громкие скандалы, когда зарубежную игру просто редизайнили и продавали под своим названием, не собидая никаких авторских прав. Тем не менее, есть помимо коммерческих настольных игр, есть такие игры, которые мы можем считать уже общественным достоянием. Во-первых, это те игры, которые были разработаны очень и очень давно. Шахматы, шашки, калах и другие подобные игры, возникшие еще в древности. И, между прочим, игры формата кинь-двинь, ходилки-бродилки, тоже по механике являются общественным достоянием. Есть игры, которые возникли независимо у разных авторов в разных странах. Например, механика крокодила. Объясни жестами, объясни другими словами. Механика игры-бродилки, когда нужно ходить по клеточкам. И вот такие игры мы можем брать и спокойно делать редизайн для своих целей. Сейчас слева представлена игра Activity. Я думаю, многим из вас она знакома. Нужно, в зависимости от того, на какой клетке поля вы находитесь, определенное слово с карточки объяснить другим игрокам. У этой игры есть много разновидностей. Это уже крокодил, шляпа, эльяс. Есть варианты, где нужно только рисовать, где нужно объяснять только пантомимы, где есть много смешанных вариантов. И вот вариант редизайна этой игры, редизайна компании Сила Медиа, когда есть такое же точно поле, только в более упрощенном варианте. Есть точно такие же карточки, и нужно под определенным номером слово объяснять. Но поскольку мы делаем редизайн для своих образовательных целей, то и слова на карточках будут тематические. Не просто интересные варианты, а будет все, что посвящено инстимедиа. Попробуйте объяснить, что такое сторимэп. Попробуйте объяснить, что такое перевернутый класс. Ну и, конечно, нужен таймер, но таймер в комплект не входит. Это проще делать, поставив секундомер на телефоне. Вот вариант с редизайном. В данном случае игра абсолютно не меняется. Меняется только ее оформление, меняется только ее наполнение. Правила остаются теми же самыми, ход игры остается точно таким же. Если мы попробуем в игру добавить что-то свое, сделать что-то, что поможет обучать, какие-то теоретические модули, объяснение каких-то сложных тем, какие-то дополнительные действия учебные, то мы получим вариант с калькой. Мы будем точно так же уже известную, уже популярную игру. Делаем для нее редизайн и дополняем еще учебными компонентами. Как это может выглядеть? Слева настольная игра. Я думаю, тоже всем она известна. «Змеи и лестницы» — это самый простой, компактный вариант киндрить, когда нужно бросать кубик, ходить по клеточкам. Если вы попали на «Змею», то скатываетесь вниз, ближе к началу. Если попали на лестницу, вы идете вперед. То есть в таком формате игра развлекательная, у нее нет никакого образовательного компонента. Берем ту же самую игру и добавляем к ней вот такой вот буклетик. На фото называется «Взлеты и падение медиапрофи». То есть те же самые компоненты плюс еще один элемент. Теперь в игру добавляется еще один этап. После того, как бросили кубик, передвинули фишку, поднялись наверх или скатились, мы в клете ищем соответствующий номер клетки и читаем написанный там текст. Текст складывается в историю как раз развития своего медиа-сообщества, развития своего блога. И к нему мы можем добавить какие-то определенные задания. Мы пробовали играть по-разному. Это игра в дополнение тоже к методическому комплекту. Пока вот самый такой успешный вариант это после чтения соответствующего абзаца попросить игрока или команду игроков придумать, что они будут делать в этой ситуации. Ловить волну, если пришли новые подписчики. Или если, например, выпустили какой-то неудачный материал, искать возможность переделать его, переупаковать в более успешный формат. То есть вот, пожалуйста, на игровую оболочку мы накладываем еще и учебный материал. Идем дальше. Усложняем еще больше. Теперь мы не берем готовую игру, а мы берем из игры какие-то компоненты. Например, любая настольная игра состоит из типичных компонентов. Есть, конечно, экзотические варианты, например, чашки Петри в пандемии. Но, в принципе, это кубики, фишки, поле, карточки, планшеты, буклеты, правил. То есть вот такой вот довольно простой набор базовых компонентов игры. Мы смотрим, какие из компонентов подходят для нашего занятия, для нашего урока, и используем их. Так, один из наиболее популярных компонентов – это карточки. Карточки вообще в настольных играх могут обозначать все, что угодно. Это могут быть месяца и времена года. Это могут быть персонажи. Это могут быть события, действия, места, локации, предметы и так далее, и тому подобное. Возьмите, например, типичную коробку Манечкина и посмотрите, сколько там вариантов. Вся игра построена только на нескольких колодах карт. Сейчас пример – это игра «Семь чудес света». Она построена на карточках. Нужно передавать карточки из рук в руки и одну из них оставлять у себя, а затем выкладывать на стол по определенным правилам. То есть в плане компонентов игра очень простая. Это уже потом с приходом дополнений, с ростом ее популярности, было выпущено чуть ли не 10 дополнений, и количество компонентов заметно увеличилось. Берем эти самые карточки и говорим, что теперь каждая карточка обозначает высказывание в чате, на форуме или в каком-то сообществе. Вот у нас будут карточки зеленые, когда люди что-то конструктивно обсуждают, выказывают свое мнение, дают какие-то предположения, предлагают что-то сделать. И у нас будут красные карточки. Это когда в наше сообщество пришел тролль, и он пытается разжечь конфликт, задеть, оскорбить, использовать какие-то грубые слова. Чтобы сбалансировать игру, мы добавим еще вот такие синие карточки. Это возможность тролля нейтрализовать. Опять, игра очень простая, только карточки и ничего больше, но в процессе, выкладывая по определенным правилам на стол карточки, мы получаем имитацию реального живого общения. И когда, например, подростки начинают выкладывать вот эти вот реплики, они стараются придержать троллинговые высказывания, мол, я буду хорошим, я положу только хорошую карточку. И наступает такой момент, когда у большинства игроков на руках остаются только красные карточки. И общение, которое вроде бы было спокойным конструктивно, превращается вот в такой бурный онлайн-конфликт. И мы можем на этой основе объяснить, рассказать, что вот так оно часто случается и в реальной жизни. Какая-то обычная спокойная тема для обсуждения, да, выбор заправки для крошки может превратиться в агрессивный такой диалог. Карточки нейтрализации тролля – это отработка навыка сформулировать сообщения, пошутить, нейтрализовать, обратиться к администратору, напомнить о правилах форума. И выкладывая в определенном порядке, а мы получаем вот такую вот обучающую игру. В ней больше обучения и меньше фана, меньше интереса от игры. Потому что из настольной игры мы взяли только компоненты. А если мы возьмем из настольной игры не только компоненты, но и скопируем какую-то механику. Механика – это вообще основа основ любой настольной игры, потому что те же самые карточки можно выкладывать на стол. Можно собирать карточки определенного цвета. Можно передавать карточки соседям, оставляя себе что-то на руках. Можно выбрасывать карточки из колоды или, наоборот, выбирать новые. То есть только на одних карточках я могу назвать около 15 различных механик. И когда мы берем из настольной игры полностью какую-то механику, копируем ее компоненты, тут главное не увлечься красивыми компонентами и думать действительно о том, как эта механика ложится на мои образовательные цели, то мы получаем уже полноценную образовательную игру, где есть и обучающий компонент, и есть компонент именно развлекательный. И, предположим, механика, которая мне нравится, и механика, которую я хотела бы скопировать, это механика игры «Эрудит». По-моему, она прекрасна. Нет ничего сложного, есть обычное поле, и несколько клеток на поле покрашены в определенные цвета, они дают бонусы. Мы что-то выкладываем на это поле, вырудите это буквы так, чтобы получилось слово. Мы можем выкладывать, не знаю, фишки двух цветов, и если твои попали в бонусные ячейки, получать дополнительные баллы. То есть вот именно механика поля с бонусными ячейками. И добавляем те карточки, которые я показывала раньше. Я, к сожалению, полную игру показать не могу. Она прошла старое тестирование, которое я показываю на фото, и сейчас находится у дизайнера. То есть те же самые карточки, которые до этого мы выкладывали просто так на стол, чтобы сымитировать общение на форуме, сейчас ложатся не просто на стол, а ложатся в определенное поле. Есть ячейки бонусные. Если в эту ячейку попало хорошее высказывание, то плюс баллы. Если высказывание тролля, то минус баллы. И таким образом мы получаем образовательный компонент, как регулировать дискуссию на форуме общения в сообществе, модерировать диалоги. И получаем игровой компонент. Набрать определенное количество победных очков для того, чтобы выиграть. И, кстати, в качестве образовательных игр я предпочитаю механики кооперативные, а не конкурентные. Особенно если дело идет в классе, особенно если играют подростки. Для того, чтобы не перессориться, для того, чтобы не испортить их отношения, не вытащить лучшие черты характера наверх, я предпочитаю брать механики кооперативные, когда все играют в одной команде против игры. Если есть какие-то вопросы по настольным играм, может быть, примеры, которыми вы хотели бы поделиться, прошу, задавайте их в чате. Я перехожу дальше. И теперь хочу рассказать про квестовые игры, про то, как они могут быть развлекательными, как они могут быть образовательными, и что мы можем в них вложить для того, чтобы использовать уже в процессе обучения. Тоже два примера, которые я хотела бы показать. Слева это пример квестов в библиотеке, справа это пример квестовой игры. Это не полноценный квест, это игра, которая использует механику квеста. Квестовые игры по математике, решая уравнения, пропорции, сокращая арифметические выражения, вычеркиваем подозреваемых в совершении преступления и таким образом расследуем какое-то дело. То есть, пожалуйста, образовательная игра с квестовой механикой. Темой квеста я занимаюсь достаточно давно. Я пришла в директ-академию как раз с идеей информационного квеста. Мне казалось очень и очень обидным, что в квестах обычно видят только его внешнюю сторону, только форму. Считают, что квест – это путешествие по точкам, по станциям. Или вот после возникновения квестовых комнат – это герметичное помещение, из которого нужно найти выход. То есть больше обращают внимание на форму и в эту форму заливают часто содержание очень низкого качества. Я предложила такой вариант информационного квеста. Квеста, который основан не на физическом путешествии, не на физическом выходе из комнаты, а который основан именно на работе с определенным объемом информации. Это могла бы быть книжная выставка, содержание одной книги, учебная какая-то тема. Просто содержание квеста в этом случае занимало первую позицию, а форма уходила немножко назад. И вот примеры, которые я тогда показывала, примеры, опробованные в библиотеке имени Майковского города Куркана. Это вот такой информационный квест, когда на основе материала в книжной выставке нужно было ответить на несколько вопросов. Здесь можно было использовать и книжную выставку, и какие-то артефакты. Затем, сейчас, спустя 4 года, эта идея претерпела существенные изменения. И сейчас я могу говорить уже не просто о информационном квесте, а о четырех типах квеста, таких как локационный, то есть путешествие по станции, герметичный, где нужно найти выход из помещения или выход из ситуации, квест дедуктивный, где нужно провести расследование, изучить именно информацию, и квест коммуникативный, построенный на обмене информации между участниками. Разумеется, эта работа не только моя, у меня есть соавторы, Потанина Елена Анатольевна, заведующая кафедрой библиотековедения Курганского колледжа культуры, которая не только помогает с терминами, с понятиями, с определениями, но и на своих студентах тестирует разработанные нами квесты. И Пахаруков Сергей Анатольевич, автор многих квестов в системе «Ночной дозор» и «Энкаунтер», специалист именно по организации и проведению вот таких вот больших массовых игр, которые помогают мне с организационной составляющей, с тем, чтобы найти форму, объяснить и показать, как именно какие-то квесты создаются. Словами я могу говорить долго, но намного удобнее, когда у вас на руках есть какая-то понятная схема, и заполняя в ней определенные поля, вы получаете основу для вашей собственной квестовой игры. Вот вариант уже более свежих разработок. Это квест «Фронтовое письмо» дедуктивный и квест «Потерянный формуляр», тоже проведенный в библиотеке. Квест уже по локационной схеме, то есть путешествия по станции, но при этом основанный, опять же, на поиске информации и на работе с ней. Как я уже говорила, мне не нравится то, что при разговоре с квестами многие авторы делают упор на форму, а не на содержание. И в курсе, который я буду вести с 16 мая, будем отдельно говорить про форму, отдельно говорить про содержание, я вывела принцип предельной сложности содержания квеста, и мы можем описывать квест по форме, как квест путешествия, квест-головоломку, квест как иммерсивный спектакль и квест как пазл. И вот посмотрите, уже такое большое разнообразие типов квеста дает совершенно разные сценарии их использования. Так, например, в обучении можно взять квест локационный и каждая локация, определенные задания. Мы делаем контрольную работу по геометрии, вот здесь мы решаем вот такого типа задачи, значит, на этой станции у нас такие задачи, на этой станции такие задачи, и пока командный человек по всем станциям не пройдет, они в квесте не выиграли. Это вот один из типичных сценариев использования в школах квестовых механик. Но мы можем использовать квест и по-другому, не то что в перевернутом классе, но даже и на перевернутом обучении. А, предположим, мы приходим к новой теме, и преподаватель дает вот такую вот карту для исследования, а ученики сами открывают те или иные кусочки, те или иные части пазла информации, обмениваются между собой, приходят с образовательным запросом к преподавателю, и учитель уже не вещает, не директивно рассказывает материал, а отвечает на вопросы учеников. И вторая важная часть – это содержание или наполнение. И многие квесты опираются на самого слабого игрока. То есть если у нас в квесте идет смешанная группа, пять человек, старшие из которых в девятом классе, младшие во втором классе, то мы будем ставить задания и загадки таким образом, чтобы с ним мог справиться второклассник. Хотя на самом деле загадки и задания надо ставить на уровни восьмого-девятого класса, то есть наоборот на предельной сложности, и некоторыми элементами квеста балансировать так, чтобы у более слабых игроков была возможность догнать игроков более сильной. Как раз очень много механик направленных на подсказки, на поощрения, на снятие даунтайма пришли как раз в мой курс из городских ночных экстремальных игр. Там это очень-очень отработано. Вы видите на экране сейчас пример квеста герметичного. Это не выход из комнаты, но здесь есть один вариант, один путь. Нужно определенным образом решить загадку, решить головоломку. И задание – это определить стихотворение. Где-то только наречие, где-то обозначены только части речи, где-то какая-то рифма, которая очень известна и у всех на слуху. А в этом квесте есть еще список авторов. И можно сопоставлять, искать и расшифровывать, что за стихотворение имеется в виду. Затем на следующем этапе мы работаем с разгадными стихотворениями, выбираем из них строчку, затем дальше переходим и таким образом сужаем информацию до единственного правильного ответа. И здесь можно регулировать уровень сложности. Если нет возможности гуглида и искать что-то в интернете, то задание становится более сложным и нужно больше подсказок. Если есть интернет, если взрослые люди, которые все эти стихотворения в свое время учили, то можно ставить загадки более сложные. Например, не называть напрямую автора, не говорить, что вы здесь найдете стихотворение Пушкина, Лермонтова и Фета, и Тютчева, а каким-то образом еще и авторов зашифровать, только намекнуть на них. Если есть вопросы по квесту, тоже можете задать их в чате. Если есть вопросы по курсу, я тоже с удовольствием на них отвечу. И сейчас в конце вебинара я хочу показать три интересных примера того, как в образовании используются абсолютно разные игровые механики и каким образом это все применяется на практике. Потому что все интересно, да, все замечательно, но работает ли это на самом деле? Да, это на самом деле работа. Первый проект – это карта истории. это команда Яндекса, проект 1917 год. И команда разработчиков начинала именно с просветительского проекта, с профилей ВКонтакте известных деятелей, культурных, политических, ученых того времени. А следующий проект они стали делать именно игровой. Да, это, конечно, не настольная игра, но принцип очень-очень простой. Ведь здесь в основе лежит механика «сделай выбор и получи какие-то баллы». То есть, в принципе, это механика обычной RPG игры. Только в RPG-шках мы обычно делаем большое количество выборов, они влияют на последующие сценарии, то есть сейчас уже стандарт, такой нелинейной истории. А здесь все очень просто. Есть историческое событие, вы поступаете как один из персонажей или, наоборот, поступаете не так, как этот персонаж поступил в реальности. В зависимости от этого у вас прибавляются или отнимаются баллы в определенные характеристики. Их тоже только две. Вот, как видите, здесь влияние на психическое здоровье. Опять же, механика очень-очень упрощенная. И в зависимости от этого после прохождения нескольких ответов, то есть после ответа на несколько вопросов вам выдается итоговый результат. То есть что-то среднее между простой ролевой игрой и тестом «Какое вы дерево». Очень-очень просто, но тем не менее увлекательно. И, во-первых, образовательная составляющая в том, что мы узнаем о людях, что они из себя представляли, вообще какие были персонажи, на что они повлияли, с какими вопросами они были связаны. Узнаем про исторические события, не просто получаем информацию, но и пропускаем ее через себя. Мы содействуем эмоции, думая, как бы мы поступили на этом месте. А эмоции – это как раз один из драйверов обучения, повышения его эффективности. Второй пример – это игра, которая из вот такого вот чернового прототипа, который, честно говоря, я восприняла больше как шутку, действительно пришла в печатную версию, распространилась по учебным заведениям. Это игра о трудовой миграции, о получении виновных жительств, разрешения на работу, о том, как пройти путь от приезжего человека до полноценного гражданина страны. И вот тоже, видите, какая большая разница между левыми фотографиями и правым прототипом, какой большой путь прошла сама по себе разработка. Каждый этап – это не выдумка авторов, это реальная работа над трудовым кодексом, над какими-то нормативными документами, и под каждым шагом, под каждой ячейкой есть какое-то фактическое, фактологическое наполнение, и есть кейсы истории людей, то есть тот путь, который они тоже прошли. Опять же, смотрите, есть эмоциональная составляющая, здесь у игроков нет ролей, они в пишке на поле, но тем не менее через какие-то живые реальные ситуации мы вовлекаем их и плюс даем фактический материал. На самом деле эта игра – это просто огромный блок-схема. Делай так, если не получилось, то такие последствия, если получилось, то вот такие. То есть реально огромный блок-схема, готовый план действий в некоторых ситуациях. И третий пример – это уже пример, к сожалению, не российский, вообще, в принципе, единственная школа, которую я нашла. Школа называется Quest to Learn, и все обучение построено исключительно через игру. Даже название предметов представлено в какой-то игровой форме. Когда я нашла информацию про эту школу, я думала, что она построена в первую очередь на играх компьютерных, то есть больше идет разговор про геймификацию. Но оказалось, что компьютерные игры занимают процентов 20, и это уже такие многим знакомые учебные пространства, как Minecraft, как его аналоги, где можно делать лаборатории, где можно экспериментировать с постройкой зданий, проводить виртуальные лекции и так далее. А большая часть деятельности школы идет через игры. Игры настольные и ролевые. Вот именно по квестам я полноценной информации не нашла, но настольные игры, как полноценные игры, как способ демонстрации какого-то процесса, и игры, как ролевые, очень и очень хорошо в этой школе представлены. Можно найти их сайт, почитать информацию. Если это будет интересно, сайт есть на русском. Точнее, есть автоматический перевод сайта на русский, и можно посмотреть вот такой вот видеоролик, послушать, что говорят родители и ученики. И да, родители здесь тоже, конечно, активно вовлечены в обучение. Так, я вижу вопрос от Натальи. У нее есть задумка игры для сайта. Так, содержание основной цели, но плохо виден сценарий. Мне кажется, что ее можно упаковать в квест, так как есть элементы трансформационной и металлической игры, может не подойти. Поэтому в раздумьях идти ли на курс? Да, действительно, это сложный вопрос, сложно на него вот так вот ответить, если нет какой-то более подробной информации, больше идет такого понимания. Мне кажется, что в вашем случае для выбора нужна настольная игра или квест, нужно больше подумать о том, сколько человек будет ее одновременно проходить, сколько времени будет занимать это прохождение. То есть если есть задача собрать людей и за несколько часов с ними поиграть, то лучше идет вариант с настольной игрой, потому что есть какое-то ограничение по времени, понятно, как рассчитать длительность ходов. Если, да, я понимаю, что это онлайн игра, но настольная игра тоже спокойно переносится в онлайн. Я, например, на доску Миро переношу, и спокойно можно с Кемиро провести настольную игру. Если это минимум на месяц, если эта игра длительная, тогда вариант с настольной игрой для нее не подходит. Мы от настольной игры не ждем вот такого растягивания по времени. Это либо ролевая коммуникативная игра, либо квест. И тоже квест не каждого типа. Это веб-квест, что-то приближенное к сетевым акциям, к сетевым проектам. Веб-квест надо смотреть командой или не командой. Сам по себе. Я бы предложила, если есть этапы трансформации, то есть если есть какое-то влияние на персонажа, то выбрать формат дедуктивного, длительного квеста. Тогда вы сможете и каждому человеку дать какие-то индивидуальные задания, и собрать какую-то общую картину информации. Если у вас есть готовые игры, можете ли поделиться ссылками. Какие именно игры? У меня есть готовые квесты, которые будут доступны участникам курса по квестам. Настольные образовательные игры в составе методической коробки сделала Медиабокс. Мы пока еще только думаем над их отчуждением. Сейчас вот работаем над игрой про троллинг, чтобы можно было ее каким-то образом отдельно приобрести. Через некоторое время, я думаю, в течение двух-трех месяцев, они появятся на Озоне. Над разработкой ролевых игр я еще не думала. Мне они очень нравятся, меня не восхищают. Но пока для меня это еще террин-комната. Детективно похож на мою идею, поможет ли курс в разработке. Да, у нас задача курса после восьмого вебинара, после месяца работы, получить на руки готовый квест в плане того, что будет прописан правило и положение, будет полностью прописан сценарий и будет организационная схема. То есть, в принципе, если вы поставите перед собой задачу не только разработать, но и сразу его сделать, вам нужно будет параллельно с практическими заданиями еще и, условно говоря, верстать на каком-то сайте. Либо на доске Миро, как я говорила, онлайн-вариант, это самый простой вариант, мы будем курс проводить на доске Миро, чтобы все материалы были сразу под рукой. Либо на каком-то бесплатном конструкторе сайтов вы можете прямо там сразу верстать материалы. Если вы придете на мой курс, я ваш запрос, естественно, учту и какие-то дополнительные материалы для вашей задачи поищу. А те игры, над которыми работала, я показывала примеры в этой презентации. Ну вот сейчас большая часть того, что я делаю, это игры именно тренинговые, игры в составе, когда берем какие-то компоненты и проводим занятия с их использованием. И вот на этап берем полностью игровую механику, я на самом деле только-только перехожу. Для меня это следующий этап. Честно говоря, я хотела бы попробовать разрабатывать именно образовательные игры для взрослых, потому что для детей много таких вариантов. И сейчас обсуждаем возможность создания игр по теме цифровой грамотности, по теме медиаграмотности для школ некоторых стран Средней Азии. Если у меня получится это партнерство и сотрудничество, если мы что-то разработаем, я, может быть, в следующем году, может быть, на каких-то других треках обязательно покажу, что по итогу вышло. Так, я жду еще каких-то вопросов, которые у вас, может быть, появились по ходу обсуждения. И еще раз приглашаю на курс про разработку игровых и обучающих квестов. Для меня это очень важно, очень такое знаковое событие, потому что больше трех лет разрабатывали материалы, оттачивали формулировки, искали способы показать, доказать и объяснить, разрабатывали схемы, которые на курсе будем заполнять, писали примеры, которые можно не только разобрать на винтике, изучить, но и попробовать с вашим коллективом провести самостоятельно. Мне хочется дать как можно больше за этот месяц, но я понимаю, что это очень-очень серьезная нагрузка, потому что по итогу нам нужно разработать как минимум один квест. Так, какие книги порекомендуете по теме вебинара? Так, по теме вебинара хороший вопрос. Я, во-первых, по настольным играм рекомендую читать Юрия Некрасова, то, что у него написано, искать курсы по разработке игр, читать группу грани, они придумывают, тестируют игры, и у них много методических материалов, например, статьи о том, как сбалансировать механику, статьи о том, как правильно правила написать. Так, это по настольным играм, по квестам, по квестам. Очень хорошие примеры квестов с обучающей составляющей у Юлии Луговской. У нее есть сайт «Праздник в коробке» называется, и там в том числе есть методические материалы, например, квестодел. Это самый большой сборник вариантов того, как можно зашифровать информацию, которую, в принципе, я видела. И вообще есть материалы про разработки квестов. Но там уровень, конечно, школьников, средний класс, старшеклассников не для взрослых. По ролевым играм сложно порекомендовать кого-то одного. нужно смотреть именно сообщество игропрактиков. Я сама проходила курс Марины Бочаровой по разработке многосерийной ролевой игры для уроков, в первую очередь английского языка, но и для других уроков. И мне он, на самом деле, дал очень-очень много. По игрофикации, геймификации нужен нефетев в обязательном порядке. Все то, что у них выходит, я в числе первых читателей, потому что просто понятно и на российских реалиях написано. Так, и сейчас конкретно про Эдютеймент. Сейчас я проверю то ли это ссылка, про которую я думаю. Есть прекрасный учебник, который выходил несколько раз под разными названиями, и я периодически путаюсь. в его названии. Есть книжка, называется «Игротехнический менеджмент в обучении» за авторством Панфиловой. Вот тоже то, что могу порекомендовать. Так, свой курс разрабатывали как игрофикацию или геймификацию. геймификацию. Если речь про курс с квестами, то у меня элементы геймификации, но очень-очень слабо представлены. То есть игрификация – это полноценная игра, и каких-то полноценных игр проводить не будем, я буду просто показывать варианты квеста. элементы геймификации будут в плане канвасов, шаблонов для заполнения, в плане скрытой и открытой информации, то есть какие-то такие элементы. Это не рейтинги, не таблицы, не очки, не баллы, не поинты, такого нет, не будет. Будут элементы геймификации именно в плане компонентов и наглядных материалов. Так, друзья, еще какие-то вопросы, если есть, можете писать в чат, я здесь до конца вебинары, на них обязательно отвечу. Ну, а сейчас, я думаю, что пора передать слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как вы можете получить свои сертификаты. Желаю вам хорошего рабочего дня, и еще раз напоминаю, можно задать вопрос в чате, или вот вы снизу видите мою электронную почту, пишите, с удовольствием отвечу в любое.